Добрый день, Кирилл. Перед тем, как мы начнем задавать вам вопросы с нашими зрителями, попрошу немного рассказать о себе и о своем карьерном пути. Как вы пришли, как начали, как двигались. Можно по порядку? Как я дошел до связи с общественностью. История такая очень простая. Я на последнем курсе университета. Я закончил исторический факультет МГУ. Один из последних своих сокурсников задумался о том, что надо работать. Двигаться и не в направлении истории. Нет, вообще. Я думал в том числе и про историю. Но закончилось тем, что я нашел достаточно случайно работу. И тогда я даже не знал, что это называется связи с общественностью, тем более корпоративной коммуникацией. И что это целая отрасль, направление деятельности, очень важная составляющая. В тот момент в МГУ преподавалось? Нет. Специально не было? Нет, не преподавалось. На историческом факультете тем более. Но у нас была кафедра, она и сейчас есть... Журналистики? Нет, журналистика – это журфак МГУ. У нас была кафедра общественных движений и политических партий. Это бывшая кафедра марксизма-ленинизма. Понятно. И сейчас много моих однокурсников, они связаны с политикой, они работали или работают в Госдуме, в Совете Федерации. Можно условно назвать эту кафедру чем-то, что схоже с пиаром. Скорее, это GR даже из этой области. Но классического такого пиара кафедры не было. Как сейчас, например, на философском факультете есть кафедра рекламы и пиар. Почему, кстати, философские факультеты, а не журналистики, например? На философском факультете есть отделение политологии вообще. В нашем случае в наше время было. Я закончил в 2000 году исторический факультет. И, в принципе, в этом есть определенная логика. Философия – это такая фундаментальная наука. Она в том числе связана с политическими определенными движениями, общественными процессами. С государственными. И поэтому, наверное, здесь есть определенная связь. Но вот сейчас есть полноценная кафедра. Как раз я перед съемками читал там лекцию по стратегии корпоративных коммуникаций. Студентам второго курса. Специальности связи с общественностью. Да, связи с общественностью рекламы. Значит, на последнем курсе, как я понимаю. На последнем курсе был такой проект «Финансовый Олимп». Он потом принадлежал РБК холдингу. Это такая премия в области банковского и страхового сектора. И вот я работал там, занимался организацией церемонии награждения. То есть уже сразу занимался ивентами, скажем так. Но это было не очень долго. Потом я работал… Можно я немного перебью тебя? Просто в твоей биографии было указано, занимался кризисным пиаром. Что это имелось? А вот я как раз сейчас к этому перейду. Просто в рамках вот как раз этого «Финансового Олимпа» я имел. Нет, нет, нет. В «Финансовом Олимпе» там кризисного пиара никого не было. Там все было как раз очень красиво, аккуратно. Потом я пошел работать в небольшое пиар-агентство, которое работало при одном частном предпринимателе. Он занимался слияниями и поглощениями, скажем так. Его имя сейчас нельзя называть? Да, имя его нельзя называть. И вот там я занимался кризисным пиаром, поскольку мы обеспечивали в том числе поддержку вот этих вот сделок. И начинал я работать с того, что я приходил в 7 или 8 утра в офис. Там уже лежала достаточно большая стопка газет и журналов. Я их читал на предмет определенных компаний. Это сейчас РСС-рассылки разные, подписки есть. Это мониторинг СМИ. Я занимался мониторингом СМИ. Да, ручным. Поэтому то, что у нас сейчас есть Медиалоги, Интеграм и другие электронные библиотеки, это большое счастье для пиар-специалистов, потому что раньше приходилось это делать все совершенно по-другому. А потом у меня была первая серьезная работа, опыт в том числе кризисных коммуникаций в этом небольшом агентстве, он, видимо, привлек работодателей. И я работал пресс-секретарем Ростелекома. То есть это вот уже пошла история, связанная как раз с моей, можно сказать, сейчас основной деятельностью, с сектором экономики, с телекоммуникацией. Но это серьезное направление. Как так удалось, достаточно не имея большого опыта, может быть, по нынешним меркам, обычно берут в такие крупные компании с большим опытом? Я думаю, что здесь был элемент везения небольшой, потому что это был какой-то год 2003, наверное, вот так вот. И все-таки еще в то время, за последние 10 лет пиар, индустрия пиара, она очень сильно выросла и стала более зрелой и системной. А тогда в Ростелекоме, я помню, когда пришел, там не было, там только появился маркетинг. То есть они даже слово пиар еще не слышали? Нет, как раз там пиар был более развит, на мой взгляд, по сравнению с маркетингом. Ну, сейчас, конечно, Ростелеком – это принципиально другая компания, в том числе с точки зрения бизнес-процессов. Это современные корпорации, построенные по европейским, международным стандартам. У них финансовая отчетность потрясающая. Хотя и тогда они уже торговались на Нью-Йоркской бирже, но вот все это был процесс становления. И, видимо, поэтому такой отбор проходил еще так достаточно легко, и не нужно было очень большого опыта. И тогда, кстати, очень многие специалисты, они не имели опыта в корпоративных коммуникациях, потому что в 90-е годы пиар в России – это была в основном сфера политического пиара. То есть, откуда вышел вообще корпоративный пиар в России? Он вышел из политического пиара. Многие компании потом в какой-то момент и агентства, и пиарщики перепрофилировались в корпоративных пиарщиков. Был Ростелеком, был потрясающий опыт работы с крупными федеральными изданиями, с очень талантливыми топ-менеджерами и специалистами в области связи с общественностью. После Ростелекома был опыт работы в сфере IT. Это был такой, он сейчас, наверное, есть до сих пор, да, холдинг, дистрибьютор компьютерной техники в то время. Это был D-Line. Депо Компьютерс. И при нем еще была создана компания Депо Компьютерс. Это первый российский сборщик, мы тогда гордо говорили, производитель, хотя все производилось в Китае, компоненты. Да, вы собирали. Собирали мы... Депо Компьютерс и по сей день, да. Да, персональные компьютеры мы собирали в... В Зеленограде? Нет, в Митине. Он и сейчас, по-моему, есть завод. Причем очень классно организованный, с такой прям... То есть все ходят в специальных костюмчиках. Да, в белых халатах. Абсолютно стерильно. Да, все заизолировано, зона контроля и так далее, и так далее. И это был, собственно говоря, первый коробочный продукт среди персональных компьютеров, который был выведен на рынок. И мы впервые использовали модель продажи персональных компьютеров в сетях бытовой техники и электроники. Потому что раньше компьютеры где? На рынках. На горбушке, на Савеловском рынке, покупал коробку, комплектующий, сам скручивал или находил... Ну, либо там они тебе на месте... Да, талантливого приятеля. А мы первые, кто тогда решил разрушить вот этот вот стереотип, и продавали коробку, в которой был системный блок, мышка, клавиатура. И иногда были бандлы, так назывался продукт с мониторами каких-то крупных производителей. И впервые мы вышли именно в розничные сети. То есть у нас не было своих магазинов, и мы это продавали. Это были либо корпоративные поставки, корпоративные клиенты, либо розничные сети, МВидео, Эльдорадо. И была вот эта вот разработана красивая коробка, руководство, была горячая линия. То есть была собственная служба сервис, которая выезжала, там ремонтировала это все или наоборот принимала эту технику. И так далее, и так далее. В общем, это вот такой был интересный опыт, потому что это все было вообще новое на рынке. С одной стороны, было легко продвигать, потому что этим интересовались. С другой стороны, тема IT тогда федеральные СМИ практически не интересовала. И мы еще ряд пиарщиков в сфере IT, в других компаниях, там были конкуренты серьезные, там Формоза, до сих пор даже у них где магазины встречаются. Мы как раз привлекали федеральные СМИ, приучали их к тому, что есть рынок IT, это железо, это программное обеспечение. И, в общем... Ну, были специализированные СМИ, я думаю... Ну, специализированные СМИ, да. Но было интересно... Да, PC Week. Но было интересно именно, чтобы ведомости начали писать с коммерсантом. И действительно появились журналисты, которые начали уделять... Рубрики появились, IT и телеком. Да, и они начали уделять внимание именно сфере IT. И более того, у нас в ДПО Компьютерс был замечательный генеральный директор Александр Баринов, которого мы так пропиарили мощно, что его даже захантили у нас. И он перешел работать в другие компании. Он потом... Он работал в украинском Билайне, если я не ошибаюсь. А сейчас тоже возглавляет одного из украинских сотовых операторов, генеральный директор. Это насколько важен пиар в бизнесе, да? То есть он решает не только задачи, связанные с продвижением продукции, но и с продвижением людей. Я могу сказать, что просто еще Саша, он очень подходил на роль первого лица, потому что он очень приятный человек. Собеседник, да. Он очень хорошо общается, разговаривает. И я помню, как он стоял в белом халате, в очках. Он вообще доктора напоминал, а не директора завода по производству компетентной техники. То есть уже тогда вы начали организовывать так называемые пресс-туры, объясняли, привозили журналистов на производство, говорили, ребята, посмотрите. Наше производство ничем не отличается от западного, да? То есть уровень... За исключением того, что мы не делаем микросхемы, да, не штампуем платы, это да. И какие еще инструменты? Что вы использовали? Как вы заинтересовывали вообще федеральные СМИ? Аналитикой. То есть цифры, у вас были хорошие показатели по продаже. Да, IDC есть такая компания, которая занимается IT-аналитикой. Есть и Gartner, еще одна, GFK, аналитические компании. И они как раз, тогда мы от них получили, тогда вообще они стали интересоваться российским рынком, потому что туда стали выходить западные бренды, и очень стремительный рост был. Вначале продавали, правда, там, не знаю, платы, например, видео, карточки, или Intel продавал процессоры, но тогда был бешеный рост, и рынок был очень привлекательный для западных инвесторов, и эти все аналитики его анализировали, постоянно отчитывались о продажах, о росте продаж. И потом мы туда интегрировали и наши продукты, и это, конечно, очень для журналистов важно, такая качественная аналитика. Спасибо, Кирилл. Мы вынуждены прерваться на небольшую паузу. Вернемся к вам через несколько минут. Снова здравствуйте. Напомню, у нас в гостях Кирилл Алявдин, директор по корпоративным коммуникациям компании Tele2. Кирилл, мы остановились на компании Depot Computers, но, насколько мне известно, следующим этапом была компания МТС. Расскажи, пожалуйста, как ты перешел в эту компанию, и какие проекты у вас были там реализованы? Перешел, в общем-то, так же, как обычно переходит из одной компании в другую, поскольку я достаточно уже много времени работал в Zeline в Depot Computers, то появился интерес как-то дальше развиваться. И вообще интересно, пиар-специалисты, они, не могу сказать про другие профессии, они развиваются таким образом. Сначала, если ты работаешь в крупной компании, то ты вырастаешь как специалист за счет бренда крупной компании. Потом, если ты после этого переходишь в небольшую компанию, то компания растет за счет тебя, как крупного пиар-специалиста, имеющего большой бэкграунд и хорошие связи со СМИ, которые ты наработал в крупной компании, допустим. И потом опять это может все поменяться. Но, конечно, со временем уже размер компании не имеет значения, и ты уже достаточно стабильно приносишь пользу и большой компании, и небольшой компании. И дальше развитие, так сказать, идет только вверх и вверх. В МТСе освободилась вакансия. Оттуда как раз в то время, я помню, ушел замечательный пиар-специалист, очень, кстати, тоже интересный человек Павел Нефедов, который потом в Росбанке работал. Очень хороший мой приятель. В МТСе в тот момент как раз происходила реорганизация функций корпоративных коммуникаций. МТС – это полноценный федеральный оператор большой и компания, которая торгуется на биржах международных. Поэтому там было… Но ты там занимался именно корпоративным… Я занимался корпоративной коммуникацией. Или конкретными продуктами. То есть ты продвигал продукты, тарифы, услуги. Нет, я был секретарем МТСа. Параллельно там была функция IAR, Investor Relations. Она очень развита в МТСе, ну и вообще в операторах большой тройки. Ну да, и акционерные компании, им это нужно. Тем более они, да, открытые. Это вот Теледва частная компания. Наши акции нигде не торгуются. Но при этом у нас IAR все равно присутствует. Присутствует. Ну начали готовить. Нет, нет, я бы сказал, что это просто некая дань традициям и признак информационной открытости. После того, как я побыл некоторое время пресс-секретарем, я стал начальником отдела по продвижению тарифов и услуг. Это вот такой потребительский пиар. Не знаю, по-разному он называется. Сильно ли он отвечает? Маркетинг пиар, консюмер пиар. От корпоративного, от продвижения самой компании. Ну, на мой взгляд, он более прост и понятен. То есть это отдельная, в общем-то, история, направление работы, когда ты занимаешься продуктами, услугами, тарифами, чем угодно, что предоставляет компания. У тебя очень четко очерчен пул СМИ. Это, как правило, потребительские издания, глянец, общественно-политические издания. Ну, иногда деловые издания, но в меньшей степени, поскольку они больше сфокусированы все-таки на какую-то бизнес-составляющую, на M&A. Ну, какую сложность ты видел в выстраивании отношений с конечным потребителем, продвигая достаточно, ну, не особо конкурентоспособные там продукты? То есть, или наоборот? Ну, ты знаешь, основная как раз сложность была в том, что рядом были два больших конкурента, в Ампелком и Мегафон, причем... А, которые предлагали одинаковые тарифы. Ампелком, причем, тогда был в силе, да, можно сказать, на пике своего состояния, потому что они там за год или за полтора до этого провели ребрендинг, у них появилась вот эта вот их полосатая расцветка, вот этот вот оригинальный фирменный стиль. И, в общем-то, они не то, что предлагали то же самое, они просто очень быстро отвечали на то, что мы выпускали на рынок. И эта история, кстати, сохранилась до сих пор. И, в общем, там вот в Теле-2, я не знаю ни одного более конкурентного рынка, чем телекоммуникация, особенно мобильная связь. Там очень большие бюджеты на рекламу, на маркетинг, и при этом бешеная скорость реакции. То есть, вот ты выпускаешь продукт, а через неделю конкуренты выпускают продукт. Ну, я не знаю ни одного такого, другого рынка, где так люди реагируют, да, там... Какие сложности? Молоко выпускает, да, на следующей неделе не появляется там какая-то похожая пакет с молоком, да, это совершенно там другие скорости. Какие-то, может быть, сложные ситуации, с которыми вы сталкивались? Ну, сложных ситуаций... Кризисные ситуации, я думаю, наверняка не возникали. Тем более, в сфере мобильных операторов там все время кто-то пишет, что недоволен тарифом, там, обманывают, потому что сходили же такие слухи. Списание средств... Одна из самых популярных. Со счетов постоянно, да, все списывают средства, я ничего не говорил, я не тратил, у меня списали деньги, куда они делись. В 90, там, процентах случаев это, как правило, невнимательность абонента, потому что... Подключил услугу, не особо нужную ему, и с него списали. Нет, ну, бывает иногда, когда промо-услуги переходят в категорию платных услуг, но в то время, я помню, это еще было все в новинку, такого не было. В основном, это либо задержки биллинговой системы, когда система еще не успела посчитать, а человек весь день разговаривал, ему кажется, что он разговаривал бесплатно, а потом у него бац, и сразу единоразово сняли некую сумму денег. Ну, просто биллинговые системы настроены так, что они не могут обманывать, да, то есть ты либо говорил, либо там какой-то услугой пользовался, либо ей не пользовался. Другое дело, что есть нюансы. Но самый интересный проект был, это, конечно, запуск, это ребрендинг был МТС, это запуск яйца. Яйца, да. Да. На орбиту телекоммуникаций. Вы были подключены к этому процессу, как пиар-специалисты? Да, я тогда был пресс-секретарем, и я помню, в тот момент хотелось повеситься, потому что то количество вопросов, которые к нам поступали на тему ребрендинга, на тему того, что происходит, оно, конечно, можно сказать, что был информационный кризис, но в хорошем смысле этого слова. А поскольку мы же проводили тогда не только ребрендинг МТС, а проводился ребрендинг системы телеком, это было подразделение системы, и там было много разноцветных яиц. Да, там было бы, красные... И это был зонтичный бренд, как мы, амбрелла бренд мы запускали на российском рынке, это была интересная история, и в нее, там было много инсинуаций различных, и была категория людей-экспертов, которые приняли эту всю историю в штыки. Но, как показала история, этот бренд сейчас, в общем-то... Люди привыкли к нему. Да, он воспринимается абсолютно естественно. И в этом как бы сила коммуникации, маркетинга. Но на стадии, когда отбирались символы, вы принимали участие? То есть в какой-то некий фидбэк, как представители пиар-службы, которые взаимодействуют с конечными потребителями? Нет, это принималось в решение все на более высоком уровне. Мне понятно, что там проводились фокус-группы, исследования, там работало лучше международное агентство, и так далее. У нас была задача это объяснить и сгладить острые углы, какое-то непонимание. Была большая пресс-конференция. Да, была пресс-конференция, по-моему, если я не ошибаюсь, в экспо-центре на Красной Пресне, это была выставка связи с ПАКОМ, это Майбл, тогда еще связи с ПАКОМ, он такой был мощный в то время. Там огромное количество стендов, и вот там это была масштабная ситуация. И как отреагировали журналисты? По-разному, но равнодушных не осталось, я так скажу. Ну, конечно же, негатив был, и негатив он всегда бывает, да, то есть какой бы ты... Ну, особенно в России, да, у нас журналисты. Да, не запускал новую историю, обязательно найдутся те, кто скажет, что это все неправильно. Я помню тогда индикатором для меня был ресурс, который сейчас успешно существует на рынке, состав.ру. Комментарии к новостям там вот читать очень интересно. Есть два ресурса, которые для меня являются индикаторами, как это, выразителями народного мнения. Там же можно анонимно еще все писать. Да, да, да. Вот, это... Хотя на составе я не помню, сейчас, по-моему, уже анонимно. Не, можно, по-моему, писать можно, да. Вот состав это маркетинг, реклама, ну, немножко коммуникации. А есть еще Комньюс, это отраслевой ресурс, который посвящен как раз... Да, телекому как раз. Телекому IT. Это вот то, что люди думают про... Именно, скорее, эту индустрию, да, и вашу роль. Да, и там, конечно, обсуждения они иногда поражают. Дебаты такие. Своей разнообразностью, да, и уровнем накала страстей. Понятно. Ну, после МТС-а дальше движения были... После МТС-а я понял, что телекоммуникации и информационные технологии я уже изучил досконально. И мне стало интересно попробовать пиар-инструменты в других отраслях российской экономики. То есть вот интересно было понять, а вот если все делать то же самое, что в телекоме, но в какой-то другой отрасли это вообще работать будет или нет. И появилась прекрасная возможность у меня поработать в группе компании «Севен». Это авиация. Да, это риск и поворот. «Севен Аирлайнс». Зеленые самолеты замечательные, самые яркие на российском рынке. И помимо авиакомпании, на самом деле «Севен Групп» – это же очень большой такой холдинг. Я бы даже сказал, потому что там есть «Севен Тур» туристической компании. Это туроператор, который, даже не компания, это туроператор, который работает с турагентствами. Предоставляет свои самолеты как чартерные. И в том числе, да, «Севен Аирлайнс» предоставляет самолеты, чартеры. Потом есть очень большое подразделение, которое занимается обучением персонала. Это пилоты и бортпроводники. И есть еще несколько центров по России по ремонту самолетов. И «Севен» может ремонтировать самолеты, разбирая их практически до трубы металлической, вынимая оттуда все, снимая двигатели и заново собирая. Причем у них именно есть лицензия, сертификаты от «Аирбаса», от «Боинга» на ремонт самолета. Ремонтные работы, да. То есть это, в общем, очень крутая индустрия, развитая. И там был широчайший спектр. Я извиняюсь, но мы вынуждены прерваться на очередную рекламную паузу. Дорогие телезрители, мы вернемся к вам через несколько минут. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ